Всем привет, а это канал Частер, меня зовут Кирилл и здесь мы говорим о часах. Если вам нравятся востоки, нравятся командирские, но вы хотели бы что-то более сдержанное, без танков, без парашютов, то сегодняшняя модель вам очень понравится, референс 030789. Но перед тем, как я начну обзор, интересная новость. В моем инстаграме очень скоро начнутся розыгрыши часов, обязательно подпишитесь, следите за сториз и постами, и у вас будет шанс выиграть новые классные часы. Элегантный стальной корпус, полностью сатинирован, короткие плавно выходящие ушки, которые сразу уходят вниз, с правой стороны достаточно массивная головка с логотипом завода, и здесь же визуально отделенный безель, причем обратите внимание, между безелем и корпусом большое пространство, возможно туда будет забиваться какая-то грязь, но я думаю это небольшая проблема, ее можно будет просто вычищать, вымывать. Безель двунаправленный, крутится с небольшим напряжением, а учитывая то, что сбоку нет никаких ребристых выступов, за исключением вот этих полированных граней, то крутить его, ну по крайней мере в перчатках, очень неудобно, пальцами чуть легче, но тем не менее. По безелю, точка со светонакопителем в районе 12, поминутная разметка до 20, далее через каждые 5 минут, все дайверские атрибуты на месте. Выпуклое, выпирающее органическое стекло, не защищено от царапин, а под ним белый красивый циферблат. Здесь у нас огромные индексы, огромные арабские цифры, на все нанесено светонакопительное покрытие, по внешнему кругу также большие поминутные риски, внутренний ободок матовый, не очень большой, а это значит, что циферблат не глубоко залегает, под цифрой 12, индикация 12-24, то есть мы понимаем, что сейчас 8 вечера, а не 8 утра, в районе 6 часов окошко даты, белое, как и сам циферблат, но черная рамка его выделяет, поэтому читаемость в принципе неплохая, единственное, что единичка как-то кривовато тут стоит, но да ладно. Красная секундная стрелка, наконечник со светонакопителем и, конечно, светонакопитель в часовой и в минутной стрелках, достаточно длинная, часовая почти до индексов доходит, минутная аж до рисок, и та и та стрелка в черном обрамлении, прямые, с треугольными окончаниями. Водонепроницаемость этих часов 200 метров, это значит, что в них можно даже дайвингом заниматься, информация о водонепроницаемости также указана и на задней крышке, красивый рисунок. Что касается работы этих часов, то за нее отвечает калибр 24-32, 32 камня, как вы, наверное, уже догадались, вот по этой надписи на циферблате, запас хода 31 час, и тут два автоподзавода, как авто, так и ручной. Естественно, предохранительное устройство от при заводке пружины и календарь мгновенного действия здесь также у нас присутствует, то есть дата будет ровно в 12 у вас перелистываться. Что касается завода часов, то помимо того, что мы их можем подвести от движения, они подзаводятся и с помощью головки. Головка завинчивающаяся, раскручиваем и подзаводим. Приятный треск. Кто-то недавно упомянул в комментариях, что у востоков не должен быть слишком громкий треск, потому что это говорит нам о некоем браке или недочете в механизме. Обязательно ставьте ваше мнение по этому поводу в комментариях. И во втором положении мы меняем время. Стопсекунды здесь нет, как и отдельного изменения даты, поэтому все делается при помощи перемещения часовой и минутной стрелок. Вот вы видите, что дата перелистнулась ровно в полночь и соответственно нам нужно много-много раз листать, крутить наши стрелки, чтобы поменять дату, например, если у вас сегодня 25 условно, то вам придется очень сильно постараться, чтобы ее выставить, но не забывайте закрутить головку после завода и настройки часов. Фантастический светонакопитель, прекрасная считаемость, ярко-зеленый, подсвечивается все, точка, индексы, цифры, стрелки. Не светонакопитель, а безумие конечно, ну естественно в сравнении с другими часами восток. Здесь все на порядок выше, на целый лестничный пролет, лучше, чем во многих других часах от завода из Чистополя. А вот так часы сидят на запястье, как всегда дополнительные фотографии в моем инстаграме. Габариты 49 миллиметров, высота по краям ушек, 42 диаметр, толщина 15, тут у нас и выпуклое стекло, и высокий безель, и даже выпирающая задняя крышка дали о себе знать. Кожаный ремешок с прострочкой, немного плотный, но ничего разносится, со временем будет лучше облегать запястье. Его ширина 20 миллиметров, по обхвату на запястье от 16 до 20 сантиметров, то есть не предназначен для крупных запястьев. Классическая пряжка с фирменным логотипом завода, вес часов 81 грамм. Я считаю, что дизайн часов получился очень универсальным, а это значит, что использовать их можно и при каждодневной носке, и в сочетании с деловым стилем одежды. Именно дизайн я отмечу как главное преимущество этой модели, пожалуй, среди всех часов Восток, она самая показательная, в том плане, что здесь отличное сочетание и классики, и каждодневности, то есть модель можно прекрасно носить с рубашками, с костюмами, с футболками, с пола, применение очень и очень широкое. Ну а хорошие характеристики, в частности водонепроницаемость, позволяет их использовать и во время отдыха, отпуска, на море, в горах и так далее. Помимо этого механизм, как всегда, надежный, проверенный временем, мало того, что здесь есть календарь, так еще и день-ночь, да еще и два вида подзаводов, ну и конечно отдельно хочу установиться на светонакопители. Яркий, сочный, красочный, нанесен на все, на что только можно было его нанести, безусловно, вкупе получилась очень интересная модель. По недостаткам, здесь конечно отмечу выпуклое органическое стекло, незащищенное от царапин, и дата, которая все-таки немного кривовато у нас стоит, но на этот момент вы можете обратить внимание при покупке, может быть это просто с этим экземпляром связан данный недостаток, или вас это просто не будет смущать. В целом же модель продается по цене в районе 5,5 тысяч рублей, а это значит, что за относительно небольшой бюджет вы получаете качественную российскую механику с хорошими характеристиками, которая выглядит действительно достойно, ее действительно не стыдно надеть. В конце хотел бы узнать и ваше мнение по поводу этой модели, обязательно оставьте в комментариях под видео, также если оно понравилось, то поставьте лайк и подпишитесь на канал, ну и конечно поделитесь этим видео с друзьями, а на этом все, всем пока!